Прошедшие горячие точки и не понаслышке знающие о трудностях в зоне боевых действий, российские ветераны делятся своим опытом с теми, кто сегодня призван в рамках частичной мобилизации на защиту Родины. Что думает о специальной военной операции участница Великой Отечественной войны из Усть-Жигуты Мария Ивановна Хутова? Слова напутствия слушала Алла Качиева. Вопросы также задавали. Желаете вы? Конечно, желаю. Куда? Надо защищать Родину. И 19-летняя девушка, ни секунды не сомневаясь, вместе с миллионами советских солдат встала на защиту Родины в 42-м году. Мария Ивановна окончила Орджонихидзовское военное училище связи. Телеграфистку, работающую на аппарате системы Морзе, поставили командовать отделением, куда входили семь девушек. Приняла первый бой в составе 21-го гвардейского корпуса 4-й гвардейской армии. Не страшась встретиться лицом к лицу с врагом, Мария Хутова принимала участие во многих кровополитных боях, в том числе в битве на Курской дуге, военной операции по освобождению Чехословакии. Не пала духом, попав в окружение под Будапештом. Ветеран отчетливо помнит и дни, когда изгоняли фашистов с территории Украины. Я как раз эти места проходила. Вот этот вот значок 4-я гвардейская армия. Мы с танками воевали. Наша гвардейская армия побила немцев, и тогда все фронта двинулись, как поход бить немцев, выгонять с России. Мария Ивановна внимательно следит за последними новостями. Особые слова напутствия фронта века к мобилизованным, к тем, кто сегодня призван защищать жителей уже российских регионов. ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. От кровавых щупалец неонацизма. Я скажу ребятам, мы обязаны, Россия, матушка, раз поставлена цель, дать людям этим, которые хотят. Сейчас же выборы были, они добровольно шли голосовать за Россию, чтобы вступить в Россию. Так же? И там проценты показывают высокие, на выборах одержали. Поэтому мы много им помогаем. Многое пришлось пережить ветерану Великой Отечественной войны Марии Ивановне Хутовой. 99-летняя женщина уверена, что именно благодаря патриотизму, сплоченности, храбрости россиян, сегодня жители имеют возможность жить, учиться и работать, создавать семьи в большой и могучей державе России. Что я хотела пожелать? Защищать всегда Россию, защищать нашу Карачаево-Черкесию, чтобы она так же процветала, как сейчас процветает. То стадион открыли, то ещё что-то новое. Для молодёжи всё. Только учитесь, работайте, помогайте. Алла Качиева, Али Бастанов, Вести Карачева-Черкесия, УЗЖИГУТА.